Как государство будет регулировать рынок криптовалют? Какие перспективы и риски использования криптовалют в Украине? Эти вопросы стали темой предстоящей дискуссии. Ну, для того, чтобы что-то регулировать, нужно, чтобы оно было. Тому у меня первое вопрос, на которое я прошу по 30 секунд дать ответ. Ну, когда в Украине появится рынок криптовалют, я прошу почати Дмитра Гадомского с Exxon Partners. 30 секунд, будь ласка. Та рынок уже наче... Счет у меня, да? Да-да. Ринок уже наче появился. Ну, без втручання держава з'явився, без втручання держава буде існувати. Не особливо потрібно... А втручання держава не покладе кінець этому рынку? Ну, на жаль, я думаю, що покладе. Ну, нашої держави так точно. А народний депутат Олексій Мушак, прошу. Ну, насправді, рынок уже існує. Причем у 2014 році Україна мала 30% світового майнингу, а український пул ГХЄО, він там 55% світового майнингу мав тут. Тому якщо б, наприклад, не було СБУ з їхніми заявами, що це фінансування тероризму, то, ну, в принципі, зараз би Україна була офіційним крипто-лідером світу. Михайло Чобанян, засновник Биткоін Фаундейшн України. Да, ринок є, він був, є, буде один із крупніших в мірі. І, взагалі, ми тут, мабуть, одні із лідерів мирових, як по кількістю компаній, які працюють в цій сфері, що-то створюють нове, так і по кількістю предпринімателів, розробітчиків і так далі. В общем, всіх, хто підчастен к створю екосистеми. А що касається ринка, так, ну, там, це мільйони доларів в день вже давно ходять. Артем Дубров, співавтор законопроєкту про криптовалюту. Справа в тому, що кожен ринок, чуєте мене, так? Чуєте? Кожен ринок регулюється самостійно, і законопроєкти в нас пізніше створюються, бо треба регулювати те, що вже є. На жаль, в Україні така ситуація складається і з кожним ринком. Тому і ми не повинні від інших країн світу відставати, і тому регулювання, на мою думку, повинно бути. Але і щодо себе, як співавтор законопроєкту, ми бачимо регулювання в стимулюванні ринку криптовалюту. Роман Шахматенко, співавтор законопроєкту про криптовалюту, того само? Ні, у нас різні законопроєкти, всього два там на сьогоднішній день. По поводу ринка, ринок объективно существует, я думаю, мало кто с этим поспорит. Вопрос в соприкосновении ринка с государством, то есть в частности с правоохранительными органами, судами, в решении споров на этом ринке. И именно в этом контексте мы видим необходимость некоего вмешательства государства. У нас разные немножко подходы с коллегами, но мы видим минимальное вмешательство государства с целью обезопасить данный рынок, таким образом, чтобы ему было проще, спокойнее работать. Поэтому, как бы, вот, рынок есть, и стимулировать его или не стимулировать, но хотя бы его нужно вывести из тени. И Павло Кравченко, Distributed Lab. Ринок однозначно есть. Могу сказать с уверенностью, что Украина входит в пятерку стран в мире по количеству активностей, и мне доверилось побывать в десятках стран. И то, как я могу оценить активность, например, госслужащих, первых лиц государства, то Украина одна из самых больших. То есть можно даже сказать, что, наверное, украинцы немножко боятся, что ли, брать на себя лидерство. В плане, ну, как во всех сферах они как-то не выпрыгивали, а здесь вроде можно. Вот законопроекты, следствие этого, тот же, например, фьючерс на индекс биткоина, который появился год назад, был одобрен комиссией по ценным бумагам. То есть это показатель. Там сейчас все говорят про американские фьючерсы, он у нас уже был год. Он не торгуется, конечно, но он был одобрен. Ну и многие другие факты свидетельствуют о том, что не только в криптовалютах, но и в блокчейн в целом мы развиваемся очень хорошо. У нас наступная дискуссия будет про блокчейн, но, конечно, говоря про криптовалюту, не можно не забывайте блокчейн. Я просто закликаю вас не очень входити в детали, чтобы было про что говорить у участникам наступной дискуссии. Но ситуация с биткоином, от меня, напоминает часы, которые никто из вас, напевно, не помнит. То есть вы можете про них знать из литературы, из рассказов старших товарищей. От колись для меня доллар – это было что-то типа биткоин. Я знал, что он существует, но ни где его взять, ни как он действует, ни какой влияние он справляется на меня, ни чего я мог лишь припускать. И вот, когда я слышал про биткоин, ну, по-перше, скажу так, а может, он вообще не существует? Может, это все лишь как снеговая людина, чудовище озеро Лохнес, для того, чтобы было про что говорить, какие теории вокруг него добудовывать. Короче говоря, я от вас всех слышал, что рынок есть. Какой влияние, который влияет этот рынок на меня, как на пересечного украинца, и на миллионы других. Ага, есть человек, который... Можно, да? Да, звездно. А мне в лицо вопрос хотелось бы... Поднимите, пожалуйста, руки, у кого в зале есть установленный кошелек. Я понимаю, что немногие сознаются, что есть именно биткоин. Ну, вот вам и ответ. Пожалуйста. То есть, проникновение... Так это заметьте, мы сейчас сидим в зале, где подавляющее большинство в галстуках. А если бы мы были на конференции, там, где сидят айтишники, там, в растянутых свитерах с оленями, то там было бы 100%, наверное. Или в КПИ вот недавно проходило, да? Поэтому проникновение есть. Вы понимаете, что это зал, куда собралась очень специфичная публика. Я о чем и говорю. Так это же питание без пристрастия было, без допросов. Может, вышло бы... Да. Остальные просто, да, стесняются или по каким-то причинам не могут. Поэтому проникновение есть. Зачем он нужен? И почему он вообще... Феномен это так стремительно развивается. Ну, то, что происходит последние полгода, это 100% человеческая жадность. И за счет этой жадности мы видим, что цена там выросла в X раз. Соответственно, появляются истории, которые у нас были в начале 90-х. Там, подождал чуть-чуть, купил жене шубу и так далее. Это все человеческая жадность. Не хочу проводить аналогию, но чуть-чуть доля правды здесь есть. Другое дело то, что было до начала 2017 года, да? Это было развитие, бурное развитие технологии. И основная причина, почему она развивалась, это потому, что она давала нам с вами свободу, финансовую свободу. Первый раз в жизни за последние 200 лет мы снова вернули к себе нашу финансовую свободу. Почему? Потому что традиционная финансовая система, она жестко централизованная. Все финансовые потоки, они все наверху. То есть есть Центробанк, на корсчетах которых все эти безналичные миллиарды долларов, триллионы долларов, да? И когда вы принесли деньги в банк, это не ваши деньги, это деньги банка. И дальше у нас начинаются проблемы. С биткоином это возможность не доверять никому. То есть у биткоина нет Центробанка, менеджера, собственника, серверов каких-то центральных, нет бенефицара конечного какого-то, да? Все, кто пользуется системой, являются бенефицарами. Вот в этом преимущество. За счет этого невозможно отменить транзакцию, невозможно заблокировать счет, невозможно отобрать и так далее. Это то, что мы сейчас наблюдаем. Мы приходим на банковскую конференцию, я очень часто хожу. Основная проблема, которая обсуждается там, что очень сильно навязывается регулирование банковского сектора. То есть они все просто скулят от того, что их заставляет каждый платеж проверять досконально. Но это Америка, и ФАТФ, и так далее, создают вот это давление на финансовый рынок. То есть они пытаются таким образом вытеснить какие-то коррупционные и так далее. Хотя не банки являются причиной коррупции. Мы это тоже понимаем. И не деньги являются причиной коррупции. А в биткоин это, так как нет центробанка, некуда приходить, никого давить, нечего забирать и так далее. То естественно он заполняет этот вакуум. Поэтому мы видим рынки, наиболее развивающиеся в плане криптовалюты. Это те рынки, где наиболее слабая финансовая система. А какие-то страны? Украина, Россия, Бразилия, отчасти Китай, потому что у них жесткое валютное регулирование на ввод, вывод капитала. И это там, ну по сути это страны БРИКС и чуть-чуть Латинской Америки. Вот сегодня новость уже даже в Венесуэле криптовалюту свою создают. Ну так, называется Петро, чи Петро? Петро, ну да. Петро. Дякую Михайле. Дякую Михайле. Олексей Мушак, будь ласка. Ну раз у нас уже почалася така святоглядна історія. І якщо стоять питання, чи, як правильно сказали... Як держава регулюватиме... Як держава повинна регулювати ринок криптовалюты. Я б задавал питання, чи повинна Україна регулювати ринок валюты. По факту, чим ми повинні торгувати, або що ми повинні пропонувати світу. Моя позиція наступна, що вона не повинна, або там мінімально повинна регулювати. Не тому, що, якби, ми не можемо, або навіть тому, чому що ми не можемо. Я не вірю в якісне регулювання в Україні. По одній простій причині. Якщо в Україні знайдеться людина, яка для того, щоб регулювати щось, треба розуміти його. Так що, якщо в Україні є людина, яка розуміє це все, а в світі, мені здається, що поки що немає людей, які до кінця розуміють, як криптовалюта і взагалі блокчейн поміняє цей світ. Так от, якщо ця людина існує, ми не зможемо запропонувати, вона не буде регулювати український ринок за умовні 3-5 тисяч доларів на місяць. Тому що її, як мінімум, заберуть або... Тихайно робить собі биткоін. Так. Або її в Швейцарі заберуть за зарплату під мільйон доларів, або її Сполучені Штати, спецслужбу заберуть в підвал десь, і вона там щось теж інше буде робити. Але я вірю в те, що ми знайдемо людину за півтори тисячі доларів, яка не буде заважати. Тому я би... Оце реальність моя за три роки спілкування з різними державними органами. Так от, нам треба просто-напросто сформувати питання так. Де і як нам знайти людей, які за півтори тисячі доларів не будуть заважати ринку криптовалюти? Ну, я гадаю, що після публікації оголошення, хто там брав участь у попередніх заданих тут конкурсах, так? Нам треба сюди йти. І друга історія, я тут згоден з колегою, який казав, що Україна трішки боїться щось регулювати зараз в криптовалюті. На жаль, нам немає представника Бахтіара з Нацбанку, але моє спілкування з ними, з усіма там, це ж була зустріч, там Мінфін, вони, Каміція, всі інші, вони кажуть, а що Штати або Європа на це каже? А нічого поки що не кажуть. Ну, давайте тоді почекаємо. А почекати не вийде, тому що, дивіться, чому ми такі, якби, ну, там, поки що лідери в цій сфері? Я вважаю, тому що ми генетично на це запрограмовані. Україна не мала своєї держави, по суті, будь-яка влада була окупаційна з 1240 року, коли Хан Батий захопив Київ. З тих пір будь-яка влада була для нас окупаційна, в принципі, і зараз вважається окупаційна влада, навіть та Верховна Рада, за яку вчора голосували там і кричали АГОВ. Так от, це генетична історія у нас не любов до будь-якої держави і до будь-якої влади. Я хотів би зазначити, що єдине місце на цій планеті, де відбулася анархічна держава, це Україна. Гуляй-поле, це єдина, насправді, анархічна держава, яка відбулася. Все інше, були, якби, роздуми і теоретичні напрацювання. Так от, генетична закудованість на те, що держава повинна руки геть від нас мати, а в принципі, криптовалюта все про це. Плюс те, що у нас ІТ-складова, в принципі, поки що непогано, зробило нас там генетично найбільш пристосованими до криптовалют. Ми, умовно кажучи, як ефіопці в марафоні. Значить, всі скільки завгодно можуть тренуватися бігти в марафон, але виграють хлопці з Ефіопії. Кінійці. Кіній і Ефіопс. От вони там два. Ну, от з нами там росіяни, може, десь там. Вони теж не люблять державу, тому що в них там своє тємо. Відповідно, цю тематику, от я блокчейн, криптовалюти, я вважаю, що це одна з небагатті галузей, по-перше, яка кожен рік в Україні, може навіть єдина, яка кожен рік в рази збільшується. Такої галузі іншої немає. Це раз. А друге, там, де ми дійсно можемо зацепитися на цей потяг четвертої технологічної революції і щось, в принципі, запропонувати світу. І все ж таки, ніхто із тих, хто тут промовляв, досі не дав відповіді на моє запитання, яке породжено тим, що думаю, багатьох-багатьох українців. А що мені з цього? От Павло Кравченко хоче почати, а потім я співавторів законопроєктів хочу про це розпитати. Ну і пана Годомського, звісно. Прошу, Павло. Ну, короткий факт. Например, Одеський седьмой кілометр багато підприємців платили биткоінам в Китаї за товари. Почему? Ну, по двом причинам. Первое, ну, там, проще, то есть з банками треба зв'язуватися. І второе, то, що биткоін в Україні стоїл дешевле, ніж в Китаї. То, що вони получали вигоду ще на самому переводі. Так що, вже варто ухвалювати закон зараз, який регулює цей ринок, який, ну, хоч і кажуть, що він величезний там в світовому порівнянні, а порівняно з загальним обсягом в Україні. Ну, по поводу того, що стоїть ли і не стоїть. Действительно, ринок є, ринок розвивається быстро. І ми згодемо, що здесь вмешательство государства должно быть минимальним. Но на даному етапі уже є вмешательство государства, як би ми этого хотіли или нет. В частності, є вмешательство правоохранительних органів. Єсть целая судебна практика, яка вже формирується, яка касається і по 205-й статті, т.е. по фиктивному предпринимательству є дела. СБУ Черниговської області класифіцірують як мошенничество 190-й, є по 204-й дела. Єсть дела, в яких признається биткоін як суррогатна валюта, тому що Нацбанк в 2014-м году когда-то выдав одне какое-то письмо, який написав, слухайте, по-моему, це суррогатна валюта. Все, спасибо. Для правоохранителя це в принципі достаточне основання для того, щоб прийти і з'явити у вас оборудовання майнера, понимаєте, до выяснення обстоятельств, грубо говоря. То есть на данному етапі проблема такая, она существует, поскольку рынок і количество людей, які займаються тем же майнингом, оно доволі велико на данному процесі. Число, возможно, вот именно проблемних ситуаций не настільки велико, щоб бити на бат, але воно є і воно растет, і з цим що-то треба. Іллементарно, якщо у вас дійдет до суда якого-то, чи що-то відійде, ви спроєте, що злочилося, ви скажете, пропала криптовалюта, що суд скажеш? Що пропало? Що це, ребята? Пойдіть і определіте, що це, потім будемо общаться, правильно? Соответственно, на данному етапі ми видим, що об'єктивно необхідність є, хоча б дати йому какой-то статус, вивезти його із, як ви говорите, з долларом, було когда-то. Ви понимали, що він де-то є, але ви не понимали, що це. Так, наверное, для того, щоб понять, що з ним робити, потрібно для начала понять, що це. І цель нашого законопроекта в першу чергу дати йому какой-то определенний статус. Тепер вопрос, як його подвести, поскольку уникальний інструмент, которого в принципі в історії у нас не було ніколо, як його определити. У нас, в принципі, разне видіння. Существують зараз два законопроекта, основной альтернативний, і у них разне видіння вообще определіння, що це таке, то ли це товар, то ли це фінансовий актив. І у того і у того є свої плюси і є свої минуси, які потрібно обсуждати, які стоїть обговорювати і дорабатувати. Так ви кардинально суперечите одні однім? Довільно таки кардинально. Зрозуміюю, Дякую, Артем, будь ласка. Дивіться, справа в тому, що чому криптовалюта зараз потрібна кожному. Справа в тому, що в нас вже на даний момент подійна більше 50% банківської системи, тому пошла недовіра до банківської системи. Криптовалюта криптовалюта приносить кожному з її користувачів пі-ту-пі переводи. Тобто, це за декілька секунд переводи, які ніхто, як Михайло вже нам повідомив, не може відмінити, не може вас забрати, не може їх шахрювати. Досі. Справа в тому, що там дуже... Ну, дивіться, на даний момент, скільки там вже не було спроб, ніхто досі не зміг зламати шифрувальні корти. Можливо, не знаємо. Справа не в тому, чому Україна повинна йти попереду. Дивіться, ще з 2015 року в нас була вже перша робоча група, щодо легалізації криптовалюти. Я тоді підійшов до Михайла Чабаняна разом з Олександром Карповим. Ми ходили до Національного банку. Михайло Чабанян навіть для шести департаментів тоді провів своє бачення, розповів їм. Справа в тому, що вони якось так подивилися, пожали плечми і сказали, хлопці, ми не розуміємо навіть, як нам зараз розвивати кредитні картки в областях, а ви нам про якусь криптовалюту зараз. Тому в них відношення таке, що нам тоді прямо сказали, коли ми зараз йдемо до Європи, імплементуємо європейське законодавство, ЄЦБ на той момент не випустив жодної документації. Вони сказали, ну, Національний банк, представництво, департамент цілий сказав, ми почекаємо, поки ЄЦБ випустить хоча б один документ. Ми нікуди спішити не будемо. Справа в тому, що нещодавно я був в головному науково-економічному управлінні, яке потрібно буде писати ще на наші законопроекти висновки. Вони, навіть головне науково-економічне управління, не знає, що таке криптовалюта. Мені один із основних експертів, що буде писати цей науковий висновок, сказала, що вона перерила весь інтернет, вона із Національним банком спілкувалася. Так Національний банк усім каже, що вони не хочуть цим займатися. Докуди ми дійдемо з такої ситуації? Дякую. Дмитро, Діма Годомський. Зараз пан Годомський, потім ви роботи. Можна я чесно вам скажу, розробникам законопроєктів? Я просто тролив ваші законопроєкти в пабліку, тому буде не гарно, якщо я зараз буду там якось пом'якшувати кути. Ну, дивіться, ви кажете, що правоохоронні органи почали через те, що Нацбанк колись не дуже обережно висловився стосовно зорогату, правоохоронні органи почали дрючити бізнес за це. Ну, не за це, камон. Вони правоохоронним органам не потрібно мати порушення для того, щоб дрючити бізнес. Є заборона проведення обшуків і вилучення серверів. В той день, коли прийняли цей закон, президент підписав півтора роки тому, в той самий день був обшук нашого клієнта, в нього забрали сервери, комп'ютери, флешки і телефони. В нас є проблема з тим, що флешка, в якій є камера, чи ручка, в якій є диктофон за 2 долари з Китая. СБУ вважає, що це спеціальний технічний засіб негласного зняття інформації. Так що, давайте, може, закон зробимо про спеціальні технічні засоби? Ну, тобто, я вважаю, що, ну, чесно, це хайп зараз. Ми теж хайпанули, коли відкривали свою компанію, ми внесли біткоїни в статутний капітал. це був хайп, але ми нікому нічого поганого не могли зробити фізично. Якщо зараз зробити регулювання криптовалюти, то, я собі навіть зараз записав, що буде далі. Тобто, як ви можете регулювати криптовалюти, якщо ви не можете її контролювати? Уявіть собі судове рішення, пропустимо, на підставі ваших проєктів, про стягнення біткоїнів. Так? Судове рішення. Заблокувати доступ до блокчейну. Так? Районний суд Печерського району. Внести запис в блокчейн, зобов'язати, або визнати недійсну операцію в блокчейні. Ні? А чому? А навіщо тоді законопроект ви пишете? Арештувати біткоїни на рахунку. Застосувати наслідки неукладеності смарт-контракту. Ну, я вважаю, що це насправді хайп, просто, коли це робиться на рівні компанії, як нашої. Це просто маркетинг. Ми займаємося супроводженням цих угод, ми ведемо ICO. Це більш-менш зрозуміло, для чого ми це робимо. Робити це на рівні держави, особливо України, не має жодного сенсу. Ну, ви подивіться, хто зараз регулює ці ринки? Регулює Пікін, Нью-Йорк, Лондон. Це що за країни? Це фінансові центри. В них є розвинена інфраструктура, в них є фінанси. А у нас, от ви піднімали руки, в кого є біткоін-гаманець? Підніміть руки, в кого є рахунки в цінних паперах? І хто купує цінні папери українських компаній? В нас немає цього. Один є, бачите? В нас цього ринку немає. Ви зараз хочете, щоб в державі, де немає ринку цінних паперів, раптом з'явилися якийсь інший ринок. Ми цей ринок побудувати не змогли, а от з біткоінами ми зараз розрулимося. Ніде ще в світі немає очевидного такого регулювання, що не зрозуміло. Це фінансовий актив, це віртуальна валюта. Не зрозуміло. Є ПДВ, немає ПДВ. Треба Києв-ВС, не треба Києв-ВС. Не зрозуміло. А нам буде зрозуміло. Ми зараз зробимо регулювання і будуть ці з нас копіювати. Ну, коротше, це хайп. Роман Шахматенко, потім Олексій Мушар. Про ПДП. Так, питання по ПДВ це доволі такий серйозний питання. Я, кстати, хочу сказати, що зараз з авторами альтернативного законопроекта ми введемо роботу, щоб зробити совмістний законопроект в комітеті. І, дас Бог, випустимо все-таки какой-то продукт, який буде всіх устраувати, і ринок, і государство в частності. Ну, по поводу того, що хайп і не хайп, ну, це, наверное, мнення суб'єктивне. Соответственно, как бы по поводу того, як суди це будуть применять чи не применять. Одно дело, если это будет, представьте себе, що це предмет мени. Це товар. Як би ви взыскивали товар? Да, взыскати такий-то товар. Все, це раз. Як його применять, це решення по делу? Да, це второй вопрос. Це є, дійсно, це проблема. Це є. Але, але, ви вже не зайдете, не скажете, слушайте, а чим ви тут займаєтесь? Чем ви тут займаєтесь? Щас, секунду, я ж вас прослушаю, дослухав і так далі, да. То есть, внести какую-то ясность. Никто не говорит это зарегулировать таким образом, чтобы как-то повлиять на рынок негативно. Ни в коем образом. Это вопрос номер один. Вопрос по МДСу. Вопрос довольно серьезный, мы его обсуждаем. Просто с одной стороны идет позиция, что нужно освобождать все эти операции от МДСа. С другой стороны, мы не понимаем, на каком основании это все делать. То есть, как бы, да, но эта дискуссия ведется, я надеюсь, что она приведет к чему-то продуктивному. Понимаете? То есть, и вопрос по налогообложению тоже остро становится. Как-никак, это сфера, ну, это сфера бизнеса. То есть, люди работают, люди зарабатывают деньги и так далее. Все остальные, которые работают, зарабатывают деньги, платят налоги. Как ни крути. Как криптовалючики платят эти налоги? Непонятно. Как им платить? Даже если они захотят. Когда мы говорили с майнерами, когда мы говорили с площадками, говорят, да мы не против. Скажите, как? Расскажите, как покажите. Далее, далее вы говорите, вот зачем это делать? А как вот обменкам работать полностью, с площадкам, работать в полностью белом, в полностью понятном для законодательства Украины, налогового, уголовного, законодательства Украины, ну, как им работать в этой сфере? Если вы понимаете это, знаете, как подойдите, расскажите, скажите, вот смотри, вот так вот. Но мы задавали этот вопрос, мы его не видим. Я тогда коллеги передам. Дивите, справа в том, что у вас таки же погляд, как и у Национального банка. Навище нам что-то делать? Мы почекаем, пока там выпустят какой-то единый документ. Ну, каждая страна, как мы видим, регулирует криптовалюты по-різному. Тобто, как в них развися на законодательство. Чому нам это не сделать? Чому мы должны ждать? Я вважаю, что мы должны написать на законопроект, он расскажет будь-якому громадянину, который не знает, что такое криптовалюта, что это будет так. Тобто, разработать терминологию. Вона должна для каждого быть понимаем. Если мы будем ждать Европейский центральный банк, имплематировать их законодательство, то это будет еще 200 лет, и все остается в сиром поле. Если мы законопроект принимаем, то все будут понимать, что, возможно, большинство начнет користироваться, потому что сейчас все боятся користироваться через маски шоу, СБУ и всех других. Справа другая в том, что, наверное, все таки воподатковании. Если наше бачение нашего законопроекта финансовый актив. Финансовый актив уже за законодавством не оподатковается ПДВ. Справа в том, что большинство стран, которые все же таки ввели какие-то регулирования, сетуют на то, что ПДВ ничего не изменит. Если Украина вводит ПДВ на любые операции с криптовалютами, то они остаются в сирии зоне. Наверное, что-то вообще что-то делать. Артемий Роман, Стисло, Михаил, вы после Алексея будете. Стисло, вы можете на представе ваших нарад в Верховной Раде сказать, какие политические силы или фракции больше схильные для того, чтобы поддерживать необходимость закону, а какие говорят, что нет, нет, нет. Я думаю, рано на данном этапе что-то говорить на эту тему. Довольно таки рано, я думаю, увидим уже со следующей сессии. Я еще хотел добавить немножко. Есть еще один очень серьезный фактор, который сейчас играет роль, в стране идет война по факту. По факту и те вещи, которые прелестны в этом же блокчейне, которые пугают по факту наших регуляторов, это анонимность. Понимаете, то есть то, что хорошо в блокчейне, хорошо в криптовалюте, что она позволяет полностью анонимные операции. но с другой стороны, весь мир сейчас борется с бичем терроризма и так далее. У ФАТФа куча регуляций на эту тему. И вопрос в том, как с этим быть, нужно тоже отвечать, особенно в стране, в которой идет антитеррористическая операция. Это отвечает коллеги еще в частности. Спасибо, пан Алексей. Алексей, потом Михайло, потом Павло. Оскільки я тут единый представник влады, причем опозиция тоже должна быть владой, просто опозиция не каже, хотя в коллекции. Дуже коротко хотел бы сказать в защиту государственных органов институций. Первое, с приводу судов. Мы с паном Михайлом, возможно, кто-то присутствующий, были на конференции, которую, до речи, развивали сами суды по криптовалютам. И они, ну, не треба вважать, что они что-то не понимают. Наверное, уже решение, если не помиляюсь, Дарниського суду, там, где законавец запросил, что треба забрати биткоин, решение суду было, что нет, а сколько там биткоин, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вы не можете это сделать. Тому, насправді, суддей також что-то разумеют. З приводу банка, национального банка, я спілковался с Смолием, который сейчас выполняет обоиски, он, как он, как IT-шник, он побудовал Райфайзенбанк, его процессинговую систему, которая до сих пор работает, бездоганная, и говорит мне, я в этом уже давно все разобрался, хотите вперед, я этим заниматься не буду. Потому что, ну, там есть достаточно такие люди, которые понимают, что, оскільки это контролювать неможливо, ресурсов у них на это немало, то навыщем, ну, там, это геморрой, мовно говоря. Тому, их позиция, вона, только, здаясь, что они там трешки недолухи, и не понимают, что это таке. Они просто-напросто не хотят брать те, что не смогут потім охопить. С приводу Верховной Ради, я вважаю, что тут основная проблематика, что пока что наразе немае того законопроекту, который бы ответил на все питания. Я вважаю, что там должно быть пять вопросов. Первое, ввести с поддаром майнинг, ну, окончательно и безповоротно. Насправді, он и сейчас может существовать в легальном законодательстве, это как через экспорт информационных послуг, но давайте до конца это вопрос решим. Другое вопрос 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 о податке. Я тут солидарен с коллегами, которые говорят, что давайте его оподатковать, как финансовый актив, все нормально будет. Но если мы оподатковываем его, там виникает третье питание. Где точка входа, где точка выхода? Как мы фиксируем разницу? Тут виникает питание биржи. Отповидаю на ваше питание. Насправді, украинцы зробили мини-відомих минимум три биржи світовые, которые имеют лицензии Штатов, Европейского Союза, ассоциированные партнеры японских бирж. Тому, как только тут появится регулирование, ну, с ними встречается, как только И, до речи, без биржи мы не сможем сделать кинцевую легализацию криптовалют в Украине. З приводу ФАТФА позиція Держфінмоніторингу наступна, что хай будет анонимность, но если кто-то что-то купит выше на 150 тысяч гривен, и в том числе декларировал, что у него что-то больше биткоин, он должен быть инфекироваться. И, соответственно, можно было проследить, на какие кошти он купил. Четвертое питание, которое можно смарт-контракты. Но, в принципе, первый законопроект должен быть увеличить. Майнинг полностью уже ввести, хотя, на мою думку, он и так легальный, но давайте до конца это зафиксируем. Питание податков. Тут, как бы, коллеги сказали, что активно купуют. Мое понимание, что мы сейчас подобрали под 100 миллионов долларов, и украинцы купуют на месяц криптовалюту. Моя така оценка, ну, або чувство, то, соответственно, если бы этот податок вели, большинство людей захотело бы легализовать эти свои доходы. Насправдя, таким чином. Это нормальная история. Велика кількість, за вашим ощущением, сколько? А что такое мала кількість, за вашим ощущением? Нет, так вы впервые начали говорить. Я думаю, что это десятки тысяч людей. Я думаю, что держава, дивите, я бачу просто-напросто кроково, практично, как при грамотном регулировании криптовалюты в Украине, криптовалют, блокчейн, технологий, можно побудовать миллиардную галузь в долларах за три года. Я это просто кроково бачу. Насправдя, мы это могли сделать в четыре года. Почему в долларах, а не в биткоинах? Чи в репуку? Хорошее питание. Хорошее питание. Тут вы меня споймали? Ну окей. Да. То, как бы, сделаем это более доступным для этого. У нас подзавнешним управлением держава, да? То, как бы, чтобы им было более зрозумяло, что тут развивается. Дякую. А теперь отвечаю. Ушел коллега, интересно было. Отвечаю сперва на ваш вопрос. Что это вам дает? Как только у вас появляется вот на устройстве, которое у вас есть у каждого, а даже у некоторых несколько, да, в кармане, и без него вы не выходите уже на улицу, у вас паника, если вы вышли на улицу без телефона, Ну мы говорим про 99%, наверное, даже если больше. То, как только у вас появляется криптовалюта, вы автоматически становитесь гражданом мира, у которого свои финансы всегда с собой. И вы автоматически подключены к мировой экономике, не к локальной, а к мировой. Через криптовалюту, Павел сказал правильно, да, можно и товары оплачивать за границу, и покупать можно, и точно так же вам могут платить. Соответственно, если вы продаете какие-то товары, услуги, услуги прочие, да, если это IT, какие-то продукты, еще что угодно, интеллектуальное, за границу, то имея вот это, которое занимает 3 секунды, чтобы установить этот кошелек, вы автоматически подключены к мировой экономике. Вам не нужно ждать, там, не знаю, часами заполнять какие-то документы, что угодно. Вы просто установили кошелек, это может сделать школьник, и школьник уже может продавать свои там IT-труды за границу. Поэтому мы открываемся для экономики. Теперь, что касается, зачем это государство. Я как владелец криптовалютной биржи, вот конкретно могу сказать, просто здесь все теория была, теория, 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 а я вам говорю как практик. Что мне нужно от закона? Первое, как бы это парадоксально не звучало, но здесь я должен защитить банки, украинские банки. Что мне нужно от банков? Мне нужно, чтобы им национальный банк разрешил открывать счета компаниям, которые занимаются так или иначе обменом криптовалюты или какими-то криптовалютными операциями, либо связанными с ними. Первое, это он должен разрешить. Второе, он должен разрешить открывать счета в этих банках нерезидентов. Третье, очень важно, я полностью согласен, нам нужно решить вопрос НДС. Мы должны его убрать из этих операций, потому что никто нормальный в мире не будет переплачивать 20% просто потому, что это нужно этому государству. Что, что? НДС, подоходный. Подоходный, секундочку, сейчас мы к этому придем. Сперва просто с НДС. Соответственно, как только мы это делаем, то мы открываем Украину, банковскую систему для мира. У нас есть прописанные законы, где написано, что я хотел бы в законах эти увидели, где будет написано, что такое биткоин. Понимание есть государства, что это не запрещено. Банкам разрешено национальному банку работать с этими компаниями. И, соответственно, все вот эти биржи и моя в первую очередь сразу откроют там счета и мы начнем обслуживать иностранных клиентов со всего мира. Поверьте, сейчас так колоссальнейшая проблема открыть счет в банке, если ты занимаешься криптовалютой. Поэтому все эти биржи, они как эти собрались. Сперва в Гонконге, Гонконг что-то начал там запрещать, все перебежали в Сингапур, Сингапур тоже что-то непонятно, убежали в Швейцарию. Швейцария говорит, а мы не резиновые, извините, ищите еще. Поэтому в Англию, в Англии Brexit и так далее. Вот так по цепочке все бегают, друг у друга спрашивают, а где ты счета открыл, пока тебя не запретили. Последнее, сейчас все в Польше начинают открывать. Вот, поэтому есть возможность. Ну что, Нацбанк против, чтобы к нам прилетело пару миллиардов или десятков миллиардов долларов или евро? Думаю, нет. Банки против? Нет. Дальше. Мы создаем понятные правила игры для как для внутреннего, так и внешнего рынка. Все эти фрилансеры, которые сейчас через PayPal, через что угодно там получают доходы, где-то их меняют там и потом здесь приземляют, они смогут это сделать на наших понятных площадках. Следующее. Переходим уже, вот поменяли, да, там где-то, если это иностранцы, не резиденты, тогда все понятно, если это резиденты. Как платить налоги? Я с вами полностью согласен. Вот я получаю доход в биткоинах. Вот скажите, как я могу сейчас что-то купить, недвижимость? Ну, я поменяю. Хорошо, я знаю, как поменять, но это будет не совсем правильно с точки зрения закона сейчас этот обмен, да, то есть это просто ниоткуда появились деньги на банковском счету. Рано или поздно налоговая может задать вопрос, вот как мне сейчас купить там недвижимость, машину, я не знаю, инвестицию какую-то сделать, да? То есть, соответственно, нужно понимание, как платить с этого налога. Единственный вариант, как сейчас есть, это я зарегистрировал ФОП вторую группу. Купить бит-квартиру, бит-машину и так далее. Можно, но это я все могу делать за границей. К сожалению, пока вы... Нет, вы можете остаточно перейти в виртуальный свет. Оцифровать себя и уйти в параллельную середину. Вопрос? Зараз, зараз, хвилинку, у нас все поло после этого. Вот для этого всего нужно создавать эти законы, а не для того, чтобы там майнеры, да, согласен, они отчасти защищены, и вот, к примеру, в четверг была спильна заява, а в субботу мне уже позвонил следователь, который у меня проводил обыск и изъял все оборудование дома, сказал, приходите, заберите. Но у меня есть вопросы, случайность, или это связано? Или это связано? Убил биткоина, да? Спасибо. Павло, потом, если захочет, Дмитро и запитание зала. Будь ласка. Я хотел прокомментировать с точки зрения регуляции в других странах, но вот в Америке тенденция такая, что всех загоняют на одну биржу, ну и, скажем, кошелек, который сам хранит биткоины. То есть Америка сказала, окей, пользуйтесь, но только вот тут. А там уже она контролирует, там ИРС контролирует, кто платит налоги, кто не платит. Но люди своими биткоинами по-настоящему не владеют. Обмен в кэше они зажимают сильно. Что касается регуляции, вот я, наверное, единственный представитель из технической сферы, я могу сказать, что... Хорошо. Ну я занимаюсь им каждый день. Одно из таких заблуждений, что биткоины нельзя забрать, конфисковать, там и так далее, и так далее. Можно. И не сложно. И иногда проще, чем идти, открывать сейф и забирать из него золото. Потому что тот, кто контролирует вот это устройство, там Apple, Microsoft, Google, через чей маркет установился кошелек, кто контролирует аппаратную часть, уверен, что доступ есть очень простой. Поэтому, ну, есть способы, конечно, защищаться, но они не очень просты. Поэтому государство, если захочет, может и запретить, и изъять, и все что угодно. Ну, может не наши, конечно, но... Да, вот это ключевое. Одно государство, может быть? Ну, два, я думаю. Два. Дякую. Дмитро, если хотите. Нет? Тогда запитание, будь ласка, у кого есть запитание, прошу. У меня есть вопрос. Да, позвольте, меня зовут Амина Цулейманова, я адвокат, управляющий партнер юридической фирмы. Понимаете, я вот слушаю, и вот наша конференция, она поделилась на две части, да? Первая часть, я не знаю, все ли присутствующие на ней были. Это была история о том, как классно было раньше с банками, и как мировые правительства поняли, ребят, что-то не то. То есть, я, когда пришла на этот рынок, были номерные счета, анонимные, было перечисление денег, просто, бенефицары были абсолютно, ребята, там, какие-то, Пьер Мари, Энн, у которых, миллиарды компаний на ней и так далее. Я о чем говорю? Биткоин, это же, не что, а почему? Почему появился биткоин? Потому что мир стал зарегулируем, очень регулируем, потому что не так просто проводить финансовые операции, потому что все счета под контролем, все банки под контролем. Это не кто-то один проснулся, ему стало скучно, он решил это сделать. Это такой, как бы, заговор мировых правительств, да, которые говорят, ребят, что-то мы хотим все контролировать, что происходит в мире. Отсюда вопрос, а как вам кажется, вот биткоин, который такой классный, я с вами согласна, как скоро он станет основным инструментом, ну, извините меня, для торговли наркотиками, для терроризма, для взяток, и для всех таких прикольных историй. Зрозуміло, запитание, зрозуміло, хто готов, передать микрофон, коррупцию святовую, зараз переходи в криптовалюти. Але биткоин уже все, він уже, якби, ну, не такий, він уже анонімний, як хочеться. Тому що, якщо ви на своєму комп'ютері маєте, умовно кажучи, биткоин, гаманець, але ви там десь заходите і там реєструєте свій емейл на якомусь іншому порталі, то все, вас ідентифицирують, те, кому треба. Тому зараз биткоин, це його минуле, він для цього не буде використовуватися. А, наприклад, інші криптовалюти, як Манера, якщо не помиляюсь, там, де взагалі немає пам'яті по транзакціям, оце може використовуватися. Тому, можливо, через декий час буде валюта, ну, умовно кажу, corruption coin, і все нормально. Всі будуть розуміти, ми за реалізацію. Хтось хоче додати, Артем, додати. Справа в тому, що я хочу зробити такі, ну, усі знають, що багато вчених роблять якісь там дослідження, і одні з вчених, там, британські, чи Сполучених Штатів зробили дослідження, що навіть за присутністю на ринку США, там, биткоина, все одно 90% корупції проходить в кеш. Тобто це, найбільше зразуміло для всіх форму корупції, найбільше зразуміло для всіх форму оплаты, будь якої товару послугу, чи інших. Зразуміло, дякую. Павло? Я б хотів добавити, я думаю, що биткоін був созданий як анонимна валюта, як то, що протистоїть текущій фінансовій системі, може бить, протистоїть варіану. и скорее всего появится еще много валют, которые это реализуют. Такие последние наработки в криптографии будут туда все стекаться. Государствам придется рано или поздно смириться с этим. Я не говорю, что это завтра случится, может там сто лет пройдет. Но объективно люди ценят приватность, и вероятно появятся системы, которые вообще не имеют центральный блокчейн. Это тоже его видно всем, потому что он публичный. Появятся системы полностью peer-to-peer по принципу mesh сетей, когда устройства взаимодействуют напрямую и больше ни с кем. Думаю, что долгосрочно победит все-таки открытость такая. Дуже дякую, прошу пану пятому ряду. Станислав Подьячев, блокчейн-лаб, управляющий партнер. Два уважаемых соавтора законопроекта забыли упомянуть, как мне кажется, об основных посылах этих двух ужаснейших документов. Когда-то на заре студенчества в 2000 году мы очень смеялись как юристы над законом о пчеловодстве. Там были определены такие важные понятия, как пчелиная семья, трутинь, пчелиная матка. Так вот, то, что не регулируется законом, на самом деле неплохо работает и без этого закона. И более того, то, что в приватном праве, в частном праве не регулируется законом, оно не считается незаконным. Оно работает и это законно. И если кому-то интересно, как в Украине покупать биткоины крупными суммами, я расскажу об этом как за кофе. Что касается сути законопроектов. В первом законопроекте, в статье 3, написано, что биткоины регулируются Национальным банком Украины. Ну, приблизительно это такая же, чтобы вы понимали аналогию. Укрпочта будет имейлы лицензировать. Где-то так же. Во втором криптосообществу дана такая конфетка, что вот этот парень, который развалил фондовый рынок, не помню, как его зовут, да и не важно. Вот он теперь будет регулировать криптовалюты, а криптосообщество будет тоже там приторговывать лицензиями. И по сути у нас появится право говорить, кто настоящий true блокчейн энтузиаст, а кто не true блокчейн энтузиаст. Поэтому оба законопроекта, мне кажется, заслуживают мусорки. А что нам действительно нужно, это нужно определить максимально близко к white paper Сатоши Накамото, что такое биткоин, что такое блокчейн. Это по научным статьям, а не по кодексам. И дальше объявить мораторий пятилетний на регулирование ограничений в этой области. И только это позволит нам здесь вот эту infant industry не похоронить и не зарегулировать, а развивать и действительно, чтобы наши ребята не вылетали за границу, как те же пчелы. А возможно, пятилетний мораторий приведет до того, что как много новотних выноходов, которые, здавалось, изменят жизнь на совсем, або выйдет в прошлое, або люди переконаются в том, что оно на самом деле и не нужно. Насколько вы вважаете, сейчас вам будет датное слово, насколько вы вважаете, что нужно поширювать знания про криптовалюту среди пересечных граждан, я вам наведу приклад, снова такой, как там про студентское было, что сказано? Про детей. Нет, 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 у вас был хороший такой образ в руки студентского, что-то. Короче, привезли нас на практику до Москвы и повели у банки, который обслуговывал Раду экономической взаимодопомоги. Был такой орган. И тогда существовала такая, ну не то, чтобы криптовалюта, но валюта называлась переводной рубль. И один из наших, несмотря на то, что 4 года нам рассказали про то, как строятся экономические отношения, ожидал, чтобы ему показали этот переводный рубль. Так вот, если украинец приходит к вам и говорит, покажите мне биткоин, и объясните мне просто, что оно такое, откуда мне его взять. Вот, пан Олексей, очень слушно, бездержавность, анархичность и так далее. Это наша генетическая история. Вы против архетипа украинцев? Нет, я не против того. Я против того, чтобы вживали, скажем, слово майнинг, когда ведется про сутоукраинские вещи. Где мне взять биткоин? Где украинца, который читает или смотрит трансляцию, который хочет иметь биткоин, где его взять? Насколько нужно, ну, как сейчас говорят, курсы медиаграмотности нужно вводить в школу? Смотрите, мне кажется, что тут коммунистическая история у вас пошла, что там партия, керевна-то спрямовывающая, я должен что-то объяснить. Я вам, например, могу сказать. В Верховной Раде, значит, гардеробщица, приемная паня, вона меня питает, слушайте, так мне нужно окупировать в биткоинщине? Насправді, украинцев, ну, уже и так, у нас там достаточно психоз, если вы поделитесь, я думаю, что, в принципе, как минимум, каждое серьезное видение там раз в тиждень что-то про это пишет. Тот, кто хочет узнать информацию, не требует для него окременные курсы сделать. А тот, кто не хочет, если вы спросите, где вам дистать биткоин, лучше наберите его. Ну, честно. Ну, просто, если у вас вопрос, то лучше не нужно. Дмитро. Ну, я вважаю, что все просто, сейчас не где. Но мы дожекаемся, пока принимают закон, и тогда прочитаем закон, и будет понятно, как его дистать и где. До закону, ну, вряд ли, я думаю, не можно. В целом, вся эта история, нагадует мне очень историю с компакт-дисками, которыми мы очень успешно и очень быстро заменили виниловые диски. Потому что, мовляв, это лучше, это удобнее, это прогрессивно, и так далее. При этом мы не брали до уваги те, что распакт-диск, так, компакт-диск, это создает звук на таком уровне, который не принимает частину диапазону людского вуха. Собто, реальная корисность этого была не очень-очень большая. И, а за несколько лет, после того, как те, кто вынешал компакт-диски и запустили их в обеих, заработали на этом очень много, компакт-диски потихоньку снили. Я надеюсь, что я доживу до того времени, когда мы сможем провести певные параллели с криптовалютою. Запитание прошу, ваше, пане. Добрый день. Мельник Дмитриев, аудиторская фирма «Сайвена Аудит». У меня есть некоторые реплики в защиту, в частности, украинского рынка ценных бумаг, которых я имел удовольствие проработать 20 лет. И хочу вам сказать, в частности, Дмитрий, что ваш вопрос о том, у кого есть счета в ценных бумагах, он бы каверзней прозвучал, если бы вы спросили, у кого есть цена в иностранных ценных бумагах. После определенных процессов приватизации у нас полстраны стали акционерами и, соответственно, удержателями ценных бумаг. И примерно такое же количество после приведения формы в бездокументарную, так называемую, такое же примерно количество человек у нас имеет счета в ценных бумагах, просто большая часть об этом не знает. То есть кто этим вплотную не занимается. Вопрос мой такой, на понимание большей частью, наверное, к разработчикам. Правильно ли я понимаю, если рынка ценных бумаг еще не было, а в 91-м году уже приняли закон о ценных бумагах и фондовой биржи, по-моему, так он назывался. То есть рынка еще не было, законодательство уже было. Рынок развивался, под него развивалась и нормативка, и законодательство, и так дальше. Значит, правильно ли я понимаю, что в данном случае с биткоинами государство столкнулось с такой проблемой, что уже что-то есть, и они, получается, не знают, как этим процессом управлять, как его регулировать и так дальше. И правильно ли я понимаю, что здесь нужно решить две задачи. Статусность и государство, может быть лицей Национального банка, просто не готово давать тот же статус криптовалюты как альтернативной валюты средства платежа. Дякую, дякую, дякую Олексею Мушак, к которому треба идти, зараз швидко, будь ласка, навіть, якщо не на цю тему, то підбийте підсумок, без керівної роли партии, навіть тією, в якій ви перебуваєте. Да, вона тоже керівна, насправді, найкращий, найрозумный, самый видатний. И найтаемный, чи что? Найтаемный, да. Дивіться, законопроекти будут, законопроект насправді потрібен, бо є дискуссия світова, чи треба регулювати, чи не треба регулювати криптовалюти. Насправді всі приходят, що на якомусь етапі регулювання якісне. Воно більше допомагає, ніж анархія. Тому анархія, це не означає, що це погано, це без порядок. Анархія, це трішки про інше. Так от, я вважаю, що знову таке регулювання повинне бути, але з мінімальним втрачанням держави. І в мене є там теж своє бачення працювання, яке я також представлю. Я єдине хотів би ще сказати, що мені здається, що, дійсно, блокчейн, криптовалюта, це та історія, яка може витягти державу. Це та історія там, де ми можемо бути успішними. Це та історія, в якій ми можемо пишатися. Насправді, мені здається, що ми маємо об'єднатися над соціальним проєктом і просуванням Києва, Київ, з яке питало блокчейн. Київ – столиці блокчейн. І ми на це маємо всі можливості, як людей ресурсно, як і розуму, ну так я і кажу, генетично, як би вродженої такої схильності. Проведемо народного депутата оплесками. Роман. По поводу необхідності регулировання, то есть, да, действительно, є об'єктивний ринок. І здесь вопрос следующий. Його а, либо можна абсолютно унікально, по-новому, заново, попробувати отрегулировати так, щоб він полностью отличался от действуючого законодательства, ну, то есть, это в той или иной сфере. Либо його можна категоризувати к товарным операциям или операциям с финактивами. То есть, вопрос, ну, стоит в этом. Под какой плац законодательства його сейчас ввести, щоб быстрее всего і буде більше понятно. На данному етапі, вот, якщо задати вопрос, яким образом зробити абсолютно унікальне нове законодательство, которое научно, вот, если научно даже объяснять криптовалюту, то его, ну, нужно переписать ползаконодательства по факту. То это огромнейший пласт, который, ну, по нашему мнению, практически неподъемный сейчас для оперативного, по крайней мере, регулирования. Понимаете? То есть, и как это будет по финалу, это мы, я думаю, сможем увидеть через пару месяцев. Дякую. Зараз Артем, что выяснилось. Довица, справа в том, что поддерживает Алексея Мошака, хотя бы он уже пошел. Законодательство потребно. Потребно чему? Потому что развитие Украины и экономики для каждого украинца является первичным. Мы считаем, что нужно такое законодательство, которое до Украины будет привлекать инвестиционные потоки, которое будет держать тут надходление великого капитала, которое будет помогать развиваться бизнесу и тим стартапам, которые уже повтекали за кордон. Багато украинцев разработают какие-то гарные гаджеты, много продуктов, которые сейчас або працуют в фрилансе и получают деньги в сиром поле, або выехали уже за кордон и працуют на великой гигантской компании, корпорации Якипл. Поэтому мы покупаем какие-то передовые технологии в американцах, разработанные уже украинцами. Понимаете? Мы хотим сделать все наоборот, чтобы Украина стала центром этих новоценных технологий и поэтому будем этому приятнее. Спасибо. Павло хотел сказать. Хотел сказать о том, что никто не упомянул, что биткоин очень похож на золото по своей природе. То есть он и был создан как цифровое золото, которое просто существует, люди приняли его как единицу некоторого измерения давно. И его не контролирует никто, его невозможно скопировать. То есть эти же самые свойствами обладает биткоин. Но в каком-то смысле признав биткоин, придется признать, что существует такое виртуальное, появляется виртуальное государство. Так как у биткоина нет имитента. Ну, золото, мы же вопрос все забыли. Есть мать природа, да, и все. Здесь был некто, кто его создал. Поэтому законодательно, если определить биткоин, то что делать с лайткоином, с этериумом, с монера, еще с тысячами валют? Потому что не у всех, не все построены по одним и тем же принципам, а если даже построены, у некоторых только два-три последователей? справа в том, что это будет виртуальный всесвят або виртуальная планета, на которой змагатимутся много виртуальных государств. Это все целиком понятно. Оно объединяется социальными мережами и так далее. И, срештою, остается то, что Станислав Лем писал у своих роботов бойки роботов. Прошу. У меня две тези. Я, насправді, не хотів образити никого, особливо вас, сколько у вас есть рахунок в ценных паперах. Можем взять венчурное инвестирование. У нас есть регулирование венчурного инвестирования? Немае. Так же, я досу вважаю, что регулировать криптобизнес сейчас в Украине, в Украинской государстве не нужно. Давайте возьмем для приклада интернет. Интернет появился в 60-х годах. Роки 15-20 тому он начинал нормально развиваться. Уявите собі, якби 15-20 років тому регулировали интернет. У нас зараз в Украине більше трьох тисяч провайдерів, які мають доступ до міжнародних каналів. Не так, як в Росії, де їх три. Тому може з'явитися розкомнадзор дуже просто. Тому що він блокує, вони там ліцензуються, провайдери доступу до інтернету. Тому який контент. В Україні три тисячі. І тим більше вони не ліцензуються. Тому але скільки часу пройшло? 15-20 років, доки в нас зараз цього року внесли зміну до закону про авторське право усіміжні права, де нарешті вирегулювали, яким чином відбувається блокування контенту. Давайте поживемо, подивимося, як взагалі це регулюється, як це буде відбуватися, як буде допрацювати цей ринок і потім вже будемо його врегулювати. Ну, якщо ми зараз зрегулюємо, а якщо ми раптом неправильно його врегулюємо, ну, якщо ви неправильно зрозуміли, як інтернет би 20 років назад, неправильно би зрозуміли, і зарегулювали б. Ось так само зараз. Навіщо? Навіщо? Венчурне інвестування спробувати порегулювати? Ну, камон. Є справді принаймні два способи ухвалювати закони і потім домагатися їхнього втілення. Це перше, яке у нас частіше використовується, коли збирається група експертів або багато груп. Вони вибудовують ідеальну модель, ухвалюють відповідне законодавство і потім болісно, наполегливо, іноді ненаполегливо впроваджують це в життя. А інша модель це збирання передових практик зміст і на підставі того, що вже працює ухвалення відповідних законів, це легше втілювати, тому що воно вже працює десь. От пану п'ятому ряду, здається, хочу поставити запитання, будь ласка, і на цьому вже будемо припиняти цю дискусію. Так, прошу. А мікрофон дайте, пане. Всі затамували подих. Нарешті, просимо. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Дякую за дискуссія. Спасибо. По поводу статуса, по поводу необхідно регулировать, необхідно регулировать очень значимі аргументи. У мене така дилемма. В цей області я хотів ваші коментарію услышати. То є, першою, ми говоримо, що це не товар, наверное, просто первая части, в доповнение комментариев колеги, первая части цієї конференції була про налоги. Якщо ми говоримо НДС, невозможно схватить технічески, значить налоги лучше не применять, тому що физически невозможно. Природа така. Тепер, другая категория, фінансовий інструмент. Якщо це фінансовий інструмент, то то вводити і заводити тільки через биржи. Соответственно, ліквідність буде менше, тому що фактически ращитатися с друг другом ми не можем. Все застранить на цих биржах. І якщо це платежне средства, то то ми можем в гражданських договорах писати. Я вот з Дмитрием, например, заключил договор, оплату за услугу плачу в биткоине. Соответственно, по гражданскому заказу, то должен быть предмет, цена, срок договора, цена должна быть выражена в денежной единице. Прописали биткоин, он мне должен прислать скрин, то есть передав сначала товар, потом прислать скрин, що он мне на ящик отправил, допустим, биткоин, выполнил договор, например. Но с другой стороны, финансирование терроризма, если мы переходим в категорию средства платежа, настолько анонимность происходит, большая, даже тот биткоин, если на этапе биржи финансовый инструмент, то был даже кейс, кажется, выступал на TED Talk представитель ФБР, когда они вычислили человека по блокчейн-технологии, потом приходилось снимать через биржу, там через разные биржи снимались, но потом наличка переходила конкретному человеку, было видно ящики, потоки, это же публичная сеть, понятно, но если мы уйдем с биржи и начнем просто в таком частном порядке средства платежа использовать антимоннелондринг, коррапшен и терроризм, как с этим справиться, с чем банки не могут справиться, постоянное регулирование, увеличенная стоимость перевода, как быть в этой дилемме, если вы мне поможете разобраться, то есть чем оно должно быть, потому что я слышал разные версии, какая все-таки ваша позиция, спасибо. У меня сразу вопрос, скажите, по вашему мнению анонимные транзакции являются причиной терроризма во всем мире? Да, однозначно. То есть вы считаете, что в мире есть терроризм только потому, что есть наличный долг? Я прошу прощения. И все, и больше никаких других. Дай это микрофон, пани. Я вам скажу, знаете, до 11 сентября 2011 года анонимные транзакции, если вы не знаете, я вам расскажу, это было без проблем, были номерные счета в Швейцарии, на Кипре, не указывался бенефицар, выдавались карточки, на которых не было имени, и как бы весь мир жил в абсолютно другой реальности, все было классно, но начали с этим бороться именно потому, что те части деятельности человечества, которые не совсем нравятся, скажем, другой части человечества, в том числе терроризм, терроризма без денег не бывает, оружие стоит денег. Вы улыбаетесь, и в принципе, ну, наверное, понятна ваша ирония, потому что вы никакого отношения к терроризму не имеете. вы считаете, что терроризм возник исключительно из-за того, что были анонимные средства? То есть никакой идеологии за терроризмом нет? Я считаю, что тот уровень мирового терроризма, который имеет место сейчас в мире, был бы невозможен, если бы были полностью исключены пути его финансирования. Вот так я считаю. Я предлагаю всех посадить тогда в тюрьму, и закрыть и не будет. Вадиму дискуссию. Если можно, отвечу на конкретные вопросы, которые были заданы по поводу мены, по поводу обналички. Действительно, и вот это та проблема, с которой мы столкнулись, когда работаем вот сейчас над совместным законопроектом. Если это средство мены, если это товар, пожалуйста, оно выходит в свободный оборот, вы можете за него квартиры, машины покупать и так далее. Возникает вопрос с НДС. Если это финактив, соответственно, единственный путь это через биржу. Если через биржу, полная идентификация, полная отчетность, налоговый контроль и так далее. Если же какой-то гибридный вариант, мы пока его не видим. Это раз. Два. Если мы говорим о том, что товар и освобождение от НДС, то вопрос следующий. А как же остальные отрасли? Я уверен, что любая отрасль захочет то же самое. Любая отрасль скажет, пожалуйста, освободите меня от НДС, я буду развиваться в 10 раз быстрее. Это такие вопросы, которые возникают, на которые нужно сейчас искать ответы. В чем преимущество? Каким образом это обосновать? Каким образом это донести? Какие могут быть последствия? Я полностью согласен, что момент опасный, вопрос опасный, регулирование с коллегой. И что, не дай Бог, его неправильно зарегулировать и положить рынок ни в коем случае. Поэтому работа сейчас ведется. И по поводу того, что то ли хорошее, то ли плохое, отвергая, предлагая, как говорится. То есть мы всегда рады всем предложениям и всем идеям. А остальное, вот остальное и все. Так, потому что, прошу, микрофон возьмите, будь ласка. Вот вопрос к вам, авторам, соавторам законопроекта. И представьтесь. Давид Кизири. Смотрите, если нет модели, мы не знаем, что это за объект, зачем тогда писать законопроекты? Давайте сначала, может, законопроект для развития ресерч это направление, а потом законопроект. Мне кажется, что один из проблем для инновации в Украине это то, что не понимая, что происходит, начинаем писать законы и этим убивая хорошие инициативы. Потому что вы будете, вот как в вашем законопроекте, я не понимаю, вы говорите, что вы не знаете, как его идентифицировать, правильно? То есть как его описать, биткоин. Вот, что в вашем законопроекте? Заразумело, дякую, прошу. Роман, Артем и на цьому все. Смотрите, ну мы об этом говорили, вы просто, наверное, позже пришли. Зачем писать, как бы, ну, я же еще раз повторю, существует реальная судебная практика, реальные проблемы, реальные обыски, реальные изъятия, да, приговоров пока мы не видели, но это связано с самой, да, там, особенностью нашей, нашего уголовного процессуального законодательства, в принципе. Но судебная практика обширная, обширная проблема у тех же майнеров, у тех же площадок, ну, то есть существуют определенные барьеры уже. Ну, то есть если рынок считает, что проблем нет вообще никаких, ну, это вопрос один. Дякую, Дякую, Артем, будь ласка, и на цьому преподават. Справа в том, что, так, мы уже разговаривали про эту тему, навіщо писать, я вважаю, что мы должны чекать других стран, когда нам скажут, когда манна небесная, зійде из небеса до нас, и скажут, что ось, криптовалюта, это, это, это. Мы визначили у своем законопроекту криптовалюту финансовым активом, потому что вона больше подлежит до законодавства про рынок финансовых послуг. Він у нас развиненный, и финансовый актив не оподатковывается ПДВ, что, как минимум, даёт развиток рынку. Дуже дякую. Дима Гадомский, Михаил Чубанян, Роман Шахматенко, Артем Дубров и Павло Кравченко. Я запамятал эти имена, и даже в обличии их запамятал, всего за полтора години, потому что это люди, которые шукают, которые действуют, которые ставят непростые вопросы, которые отвечают на непростые вопросы, или эти ответы правильные. Я говорю, что с временем мы проверим, хотя на самом деле это может стать известным и понимаемым, очень скоро. Кажут, что если посадить миллион мавпочек за друкарские машинки и дать им бесконечный час, то, наконец, они не друкуют все полное собрание творений. Ни, даже не Шекспира, а кого-то из украинских, ну, скажем, Шкляра, або Жадана надрукуют, без жодных помилок. А час прискорюется, тому, если мы себя считаем приматами, то худко за машинки друкать, друкать, друкать. Можливо, нам удастся створить и законы, и правила, за которыми будет легче жить. Продолжение следует...